привет всем друзья сегодня с вами снова я владимир и сегодня поговорим о том как установить клиент ватсап на персональный компьютер чтобы вы могли общаться со своими друзьями родными и близкими не только используя смартфон или планшет но и также печатать сообщение с персонального компьютера плюс получая их на самом деле это видео сделано по просьбе подписчика кое кто в комментариях написал что увидел у меня на рабочем столе ярлык приложения ватсап и захотел узнать как его поставить на самом деле есть три способа как установить приложение ватсап плюс четверто официально и на самом деле кто не в курсе сейчас в отце проходит бета-тестирование клиента для пк но доступно только избранным и увы у меня такой возможности нету поэтому мы рассмотрим три остальных варианта которые можно сделать самостоятельно до используя сторонние утилиты я расскажу о трех способах но остановимся мы на самом последнем третьем поскольку по всем своим параметрам он намного лучше двух предыдущих но для общего развития все равно первый способ это использовать виртуальную машину то есть поставить android в программу типа virtual box и принципе инсталлировать клиент ватсап на этот эмулятор привязать туда сим-карту и пожалуйста пользуйтесь ватсап будет работать без каких-либо проблем делал я это раньше потому что других вариантов не было минус этого способа но естественно понятно нужно настраивать виртуальную машину выделять ей виртуальный диск собственно разделять периферию usb устройств и запуск виртуальной машины он отъедает довольно таки много ресурсов компьютера да ну на самом деле они смешные да по современным меркам но как бы то ни было во всяком случае раньше это доставляло определенные неудобства вариант номер два использовать эмулятор blue stax самый лучший android эмулятор лучшие по той простой причине что запускает на full speed без проблем такие игрушки как asphalt 8 и многие другие и вообще обзор этого эмулятора попал в десятку моих самых популярных видеороликов на канале я честно говоря был сам удивлен но имейте ввиду если вы пропустили ссылочка будет в описании под этим видео этот эмулятор позволяет запускать трехмерные игрушки большие с кэшем на компьютере что в принципе маст хэв очень круто и минус почему я не рекомендую использовать ватсап на блюстаке потому что все таки блюстак это изначально игровой плеер андроидовский он так именно именовался разработчикам и пока не собрались средства для того чтобы выпустить готовый продукт поэтому это минус 500 750 мегабайт оперативной памяти потому что подгружается очень много процессов всевозможных шлюзов для эмуляции вот именно всех прелестей красот андроида поэтому он немножко тяжеловесный но при этом поддерживает тач и прекрасно чувствует себя на ноутбуках с сенсорным экраном поэтому рекомендую и собственно последний способ до основной которым пользуюсь я это программка дженни-моушен выглядит она следующим образом давайте запустим на самом деле познакомился я с ней совершенно случайно я тестировал приложение и мне необходим был инструмент для того чтобы реализовывать доступ к виртуальному gps модулю вот друг у меня есть более опытный программист он давно пишет программы я обратился к нему за советом он сказал что в принципе не нужно изобретать велосипеды есть такая программа как дженни-моушен она позволяет эмулировать датчик света датчик приближенности веб-камеры и прочее прочее периферийные устройства вообще это мастодонт своеобразный он стоит денег но самое главное и ключевое что имеется фриварная версия которую вы можете использовать дома собственно вот эта вот версия которую я вам и показываю это дженни-моушен и основной плюс почему он лучше двух предыдущих методов все делается буквально в пару кликов вам не нужно не настраивать машину не скачивать дистрибутив вы только инсталируете программу и далее она делает все за вас что мы делаем мы запускаем ее и видим такое вот окошечко список наших виртуальных устройств то есть если вы разработчик имейте виду вы можете проверять свои программы на различных девайсах здесь имеется огромная база ромов то есть все google nexus и несколько моделей самсунга nexus планшеты samsung планшет и так далее и тому подобное база у дженни-моушен действительно большая поэтому эмулятор стоит своих денег мы жмем добавить новые виртуальные устройства после чего выбираем версию андроида и собственно модель которая имеется в базе дженни-моушен под а именно эту версию андроида причем а есть google nexus как и ну допустим с первым аксом это не прокатит но допустим из четвертый nexus пятый nexus да с различными сборками андроида то есть принципе 40 41 42 поэтому ну есть где разгуляться в нашем же случае для работы с клиентом вот сет я советую выбрать самый такой простенький вариант это google nexus 1 но на версии android 2.3.7 потому что это самый легковесный дистрибутив из базы и грузится он буквально за пару секунд что нам и нужно потому что я вот сап использую именно как ну обычный не знаю мессенджер поэтому не нужно чтобы он отведал много ресурсов и есть использовать библиотеку дженни-моушен то образ вот сапа он будет отъедать около 120 и 137 мегабайт оперативной памяти что на мой взгляд уже неплохо потому что иногда skype отъедает приблизительно столько же и после того как вы нажали добавить вы выбрали девайс нажали next ждете пару секунд или пару минут зависимости от интернет соединения пока скачивается образ и настраивается автоматически без вашего участия вы увидите полоску загрузки после чего появляется устройство в принципе в этом списке и далее вы жмете play самое прикольное что запуск виртуальной машины он осуществляется независимо от клиента дженни-моушен то есть вы можете создать виртуальную машинку заточенную допустим в моем случае под ватсап и вывести в отдельный ярлык после чего вы можете клиент закрыть а собственно программа ватсап будет запускаться автоматом это очень здорово так что имейте ввиду можете сделать запускать через клиент можете запускать отдельным ярлыком по моему это круто и так вот пользователь увидел ярлык ватсап уже загрузилась и в принципе ему стало интересно как это сделал и по этой причине сегодня вот кстати получил только что сообщение ватсапе давайте посмотрим и пару слов прежде чем обратимся к ватсапу как инсталлировать программы да тоже плюс по сравнению с виртуальной машины поскольку не нужно будет делать ни общего раздела ни общую папку не в тп сервер вы просто перетаскиваете приложение которые хотите поставить на этот эмулятор в окошечко собственно самой программы давайте посмотрим как это делается просто перетаскиваем ватсап ждем пару секунд пока произойдет трансляция файла после чего приложение без подтверждения будет проинсталлирована на вашу виртуальную машину и в принципе вот она проинсталлирована и что-то там только через 10 минут я пока скажем так отстранюсь от этого сообщения и продолжим говорить о дженни motion после чего у вас приложение появляется в списке всех клиентов на самом деле довольно таки забавно наблюдать картину когда android версии 2.3 до такой интерфейс уже непривычно но самое главное что эмулятор отыдает очень мало памяти давайте даже уточним сколько он отведает всего-навсего 150 мегабайт ну как я и говорил мы видим плеер там запущен образ моей виртуальной машины и я сюда поставил есть проводник просто для того чтобы подгрузить аватарку на свой клиент ватсап и теперь как все-таки привязать сим-карту к нашему вот такому вот виртуальному ватсапу делается все очень просто я не стал заморачиваться я купил новую сим-карту я щас поясню почему да на самом деле когда вы обращаетесь к серверам ватсап на самом деле с двух устройств с одинаковым номером но с привязкой к одинаковым номер у вас подключиться не получится в противном случае на каком-то с клиентом будет выдано сообщение что по какой-то ну я честно говоря не помню оно было на английском но суть заключалась в том что вы должны сменить свой номер потому что этот номер уже используется в базе ватсап то есть вам нужно купить вторую сим-карту вставить ее в смартфон раздать этот номер всем своим друзьям причем допустим я пользуюсь мегафоном и там есть такая услуга при смене сим-карт автоматически всем вашим контактам можно разослать ваш новый номер и на самом деле я это сделал и все теперь знают что вот есть ватсап на смартфоне есть ватсап на компьютере это раз и что нам нужно после того как мы поставили ватсап на эмулятор мы его запускаем сейчас так как у меня уже все настроено я вижу сообщение а вы же при первом включении наверняка помните что вам предлагается забить номер телефона и что вы должны сделать вы должны вбить номер телефона новой сим-карты которую вы приобрели затем ватсап будет отсылать данные на сервер чтобы на этот номер пришло смс-сообщение с кодом от подтверждения с кодом авторизации но так как это эмулятор так как это все на компьютере здесь сим-карта отсутствует она в телефоне смска приходит на телефон и в принципе ватсап будет выдавать сообщение что пытаюсь соединиться сервером пытаюсь обработать смс-сообщение и вот тут ключевая особенность мало кто знает но по истечению трех минут ватсап попросит вас вбить этот код собственноручно и вы без каких-либо проблем вбиваете тот код который пришел на сим-карту на ваш смартфон вбиваете код жмете ok после чего привязка произошла к этому номеру вы можете вынуть сим-карту можете выкинуть и она вам больше не пригодится но при этом на компьютере будет настроен ватсап на этот номер и так как он уже есть у ваших друзей то вы будете в списке контактов у них в мессенджере ватсап и в принципе если вы сюда импортируете адресную книгу из gmail а то и все ваши друзья будут в списке ваших контактов после чего вы можете без каких-либо проблем общаться и сегодня специально утром мы переписывались ну точнее специально там и переписывались в 953 смотрите сегодня у нас 29 сентября вышли две серии нового сезона теории большого взрыва мы на самом деле с девушкой безумно обожаем шелдона весь этот сериал палец сверху если вы тоже в теме и обожаете теорию большого взрыва так вот мы попереписывались никаких проблем и я хотел просто без 10 10 снять обзор вот этого эмулятора как установить клиент ватсап на персональный компьютер но мы видим она не смогла ответить но в принципе сейчас это уже не актуально но давайте просто напишем что ничего страшного поменяю язык да кстати поддерживается как русская раскладка так и английская так что как бы можно переписываться без каких-либо проблем и пишу я с клавиатуры то есть полностью клавиатура этим эмулятором подхватывается поддерживаются различные раскладки символы то есть сочетание shift и единичка допустим восклицательный знак все это работает и дайте мне пару минут буквально и ответить и смотрите я жму отправить хотя могу использовать клавишу интер и появилась галочка для тех кто не в курсе до хотел сказать появилась галочка одна галочка появляется в том случае когда у вас нет проблем с интернет-соединением и сообщение отправилась на сервер вторая галочка появляется в тот момент когда скажем так телефон на либо планшет где установлен ватсап абонента которому вы шлете сообщение принял его то есть галочка означает что сейчас сообщение у нее на смартфоне и она его в принципе в течение там времени свободного сможет прочесть ничего страшного мне просто нужна помощь переработиться повторять при distances в основном скажу в вечер вот так вот это очень здорово в принципе можно отправлять и снимки и даже можно отправлять голос единственное что я этого сделать не могу поскольку на данный моментて программа удасти захватила микрофон и имейте ввиду что когда вы запускаете этот эмулятор он действительно захватывает ваше микрофон то есть можно править и голосовые сообщения можно отправлять и снимки единственное что в качестве снимков приходится использовать материалы которые находятся в галерее если вы хотите использовать внешнюю камеру придется покупать собственно покупать полную версию да не для разработчика я пока пользуюсь базовый потому что gps здесь есть то что мне нужно было но в любом случае замечательная программка я еще сверну она стоит у меня в автозагрузке и когда у меня включается компьютер у меня автоматом запускается ватсап собственно я надеюсь что уважаемый пользователь который задал этот вопрос в комментариях я полностью на него ответил палец вверх за то что я откликнулся на твой призыв о помощи и убедительная просьба всем подписчикам и телезрителям кто случайно зашел на канал наверное больше половины видеороликов которые есть у меня на канале я делал по просьбам тех или иных людей то есть пишите в комментариях что вы хотите видеть набирайте лайки и это видео обязательно появится на просторах моего канала на ютюбе подписывайтесь на twitter читайте нас на флипборде пишите свои пожелания до скорых встреч всем пока надеюсь вам понравилось и давайте чатиться в сапе пока социальная сеть мотивации это новый проект на просторах рунета который должен помочь нам с вами достигнуть поставленных целей в общем и целом достигнуть успеха я надеюсь вам понравится загляните на проект ссылочка в описании под этим видео